В нашей стране находится делегация Бюро по демократическим институтам и правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В рамках визита состоялся ряд встреч и переговоров, в ходе которых рассмотрены текущее состояние и перспективы развития партнерства. Первый адрес визита делегации Министерства информационных технологий и развития коммуникаций. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по рекомендациям, изложенным в итоговом отчете миссии делегаций Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами президента Республики Узбекистан. Гости выразили готовность к многоплановому сотрудничеству в сфере информации и коммуникации. В следующей локации Министерства юстиции обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования избирательного законодательства, развития институтов гражданского общества и усиления гарантии защиты прав человека. Договорились о продолжении взаимодействия в дальнейшей гармонизации избирательного процесса в Узбекистане в соответствии с международными стандартами, имплементации рекомендаций БДИПЧ ОБСФ законодательства Узбекистана, обмена опытом в данной сфере. На встрече в исполкоме полицовета УЗЛИДЭП гости проинформированы о приоритетных направлениях деятельности партии. Также был рассмотрен итоговый отчет миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами президента Узбекистана, состоявшимся 24 октября 2021 года. Особое внимание уделено всестороннему обсуждению рекомендаций ОБСФ, направленных на совершенствование правовой базы и практики будущих выборов. Особенно их заинтересовали реализуемые сегодня в нашей стране конституционные реформы. В этом контексте мы проинформировали наших гостей о том, что все наши первичные организации принимают очень активное участие и вносят свои конструктивные предложения по внесению изменений и дополнений в основной закон нашей страны. Цель нашего визита – представить окончательный отсчет и встретиться с представителями пяти политических партий в Узбекистане. Мы выслушали их отзывы о наших рекомендациях, каковы будут роль и задачи политических партий в реализации этих рекомендаций. Мы вместе обсудили эти вопросы. Как нам сообщили, реформы в избирательной системе продолжаются. Если в этой связи будет разработан еще один проект нормативного акта, мы можем дать свои рекомендации в качестве юридической экспертизы. Одним словом, мы готовы к постоянному сотрудничеству. Стороны выразили готовность к конструктивному взаимодействию в данном направлении. Делегация также посетила Центральный совет Демократической партии Узбекистана Милит Кляныш. На встрече была представлена информация об участии партии в президентских и парламентских выборах, организации предвыборных программ и кампании. Гости интересовались итоговыми заключениями международных организаций о выборах в Узбекистане, в том числе рекомендациями Бюро ОБСЕ по Демократическим институтам и правам человека. В ходе диалога также говорили об участии электората партии в процессе конституционной реформы, порядке принятия предложений. Следующий адрес посещения – Центральный аппарат Политсовета Социал-Демократической партии Узбекистана Адолат. В ходе встречи была представлена информация об идеологических идеях и задачах партии, проведение встреч с членами партии. Также состоялся обмен мнениями касательно деятельности Конституционной комиссии, организации встреч с электоратом для внесения предложений, с молодежью. Было отмечено, что в регионах проводятся круглые столы и другие мероприятия, посвященные каждому аспекту и значимости конституционных изменений. В завершении встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества с Бюро по Демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok